Глава пятая Столой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом продвигалась толчками. В зале было полно народу и стоял оглушительный шум. От Жаркова за прилавком валил пар с кислым металлическим запахом. Но и он не мог заглушить вездесущий душок джина Победа. В конце зала располагался маленький бар. Попросту дыра в стене, где подавали джин по 10 центов за шкалик. «Вот кого я искал!» – раздался голос за спиной Уинстона. Он обернулся. Это был его приятель, Сайм, из исследовательского отдела. Приятель, пожалуй, не совсем то слово. Приятелей теперь не было, были товарищи. Но общество одних товарищей приятнее, чем общество других. Сайм был филолог, специалист по новоязу. Он состоял в громадном научном коллективе, трудившемся над 11-м изданием словаря новояза. Маленький, мельче Уинстона, с темными волосами и большими выпуклыми глазами, скорбными и насмешливыми одновременно, которые будто ощупывали лицо собеседника. «Хотел спросить, нет ли у вас лезвий?» – сказал он. «Ни одного», – с виноватой поспешностью ответил Уинстон. «По всему городу искал, нигде нет». Все спрашивали бритвенные лезвия. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколько месяцев назад. В партийных магазинах вечно исчезал то один обиходный товар, то другой. То пуговицы сгинут, то штопка, то шнурки. Вот теперь лезвия. Достать их можно было тайком. И то, если повезет на свободном рынке. Сам полтора месяца бреюсь одним, салгалом. Очередь продвинулась вперед. Остановившись, он снова обернулся к Сайму. Оба взяли по сальному металлическому подносу из стопки. «Ходили вчера смотреть, как вешают пленных?» – спросил Сайм. «Работал», – безразлично ответил Уинстон. «В кино, наверное, увижу». «Весьма неравноценная замена», – сказал Сайм. Его насмешливый взгляд рыскал по лицу Уинстона. «Знаем вас», – говорил этот взгляд. «Насквозь тебя вижу. Отлично знаю, почему не пошел смотреть на казнь пленных». Интеллектуал Сайм был остервенело правоверен. С неприятным сладострастием он говорил об атаках вертолетов на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслепреступников, о казнях в подвалах Министерства любви. В разговорах приходилось отвлекать его от этих тем и наводить, когда удавалось, на проблемы новояза, о которых он рассуждал интересно и со знанием дела. Уинстон отвернул лицо от испытывающего взгляда больших черных глаз. «Красивая получилась казнь», – мечтательно промолвил Сайм. «Когда им связывают ноги, по-моему, это только портит картину. Люблю, когда они брыкаются. Но лучше всего конец, когда вываливается синий язык. Я бы сказал, ярко-синий. Эта деталь мне особенно мила». «Следующий!» – крикнула Прола в белом фартуке с половником в руке. Уинстон и Сайм сунули свои подносы, обоим выкинули стандартный обед – жестяную миску с розовато-серым жарким, кусок хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина. «Есть столик вон под тем телекраном», – сказал Сайм. «По дороге возьмем джину». Джин им дали в фаянсовых кружках без ручек. Они пробрались через людный зал и загрузили подносы на металлический столик. На углу кто-то разлил соус, грязная жижа напоминала рвоту. Уинстон взял свой джин, секунду помешкал, собираясь с духом и залпом выпил маслянистую жидкость. Потом сморгнул слезы и вдруг почувствовал, что голоден. Он стал заглатывать жаркое полными ложками. В похлебки попадались розовые рыхлые кубики, возможно, мясной продукт. Оба молчали, пока не опорожнили миски. За столом, сзади и слева от Уинстона, кто-то безумно укутораторил. Резкая, торопливая речь, похожая на утиное кряканье, пробивалась сквозь общий гомон. Как продвигается словарь? Из-за шума Уинстон тоже повысил голос. «Медленно», – ответил Сайм. «Сижу над прилагателями. Очарование». Заговорив о новоязи, Сайм сразу взбодрился. Отодвинул миску, хрупкой рукой взял хлеб, в другую руку – кубик сыра. И, чтобы не кричать, подался к Уинстону. Одиннадцатое издание – окончательное издание. Мы придаем языку завершенный вид. В этом виде он сохранится, когда ни на чем другом не будут говорить. Когда мы закончим, людям вроде вас придется изучать его сызного. Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа – придумывать новые слова. Ничуть не бывало. Мы уничтожаем слова десятками, сотнями, ежедневно. Если угодно, оставляем от языка скелет. В 2050 году ни одно слово, включенное в одиннадцатое издание, не будет устаревшим. Он жадно откусил хлеб, прожевал и с педанским жаром продолжил речь. Его худое темное лицо оживилось, насмешка в глазах исчезла, и они стали чуть ли не мечтательными. Это прекрасно уничтожать слова. Главный мусор скопился, конечно, в глаголах и в прилагательных, но среди существительных сотни и сотни лишних слов. Не только синонимов, есть ведь и антонимы. Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другому? Само слово содержит свою противоположность. Возьмем, например, голод. Если есть слово голод, зачем вам сытость? Не голод. Не голод ничем не хуже. Даже лучше, потому что оно прямая противоположность, а сытость нет. Или оттенки и степени прилагательных. Хороший, для кого хороший. А плюсовой исключает объективность. Опять же, если вам нужно что-то сильнее плюсового, какой смысл иметь целый набор расплывчатых бесполезных слов? Великолепный, отличный и так далее. Плюс-плюсовой. Охватывает те же значения, а если нужно еще сильнее, плюс-плюс-плюсовой. Конечно, мы и сейчас уже пользуемся этими формами, но в окончательном варианте новояза других просто не останется. В итоге все понятия плохого и хорошего будут описываться только шестью словами. А по сути двумя. Вы чувствуете, какая стройность Уинстон? Идея, разумеется, принадлежит старшему брату, спохватившись, добавил он. При имени старшего брата лицо Уинстона вяло изобразило пыл. Сайму его энтузиазм показался неубедительным. Вы не цените новояз по достоинству, заметил он как бы с печалью. Пишите на нем, а думаете все равно на староязе. Мне попадались ваши материалы в Таймс. В душе вы верны староязу со всей его расплывчатостью и ненужными оттенками значений. Вам не открылась красота уничтожения слов. Знаете ли вы, что новояз единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается? Этого Уинстон, конечно, не знал. Он улыбнулся, насколько мог сочувственно, не решаясь раскрыть рот. Сайм откусил еще черного ломтя, наскоро прожевал и заговорил снова. Неужели вам не понятно, что задача новояза сузить горизонты мысли? В конце концов мы сделаем мысли преступления попросту невозможным. Для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним, единственным словом. Значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты. В 11 издании мы уже на подходе к этой цели, но процесс будет продолжаться и тогда, когда нас с вами уже не будет на свете. С каждым годом все меньше и меньше слов, все уже и уже границы мысли. Разумеется, и теперь для мысли преступлений нет ни оправданий, ни причин. Это только вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце концов в них нужда отпадет. Революция завершится тогда, когда язык станет совершенным. Новояз – это ангсоц. Ангсоц – это новояз. Проговорил он с какой-то религиозной умиротворенностью. Приходило ли вам в голову Уинстон, что к 2050 году, а то и раньше, на земле не останется человека, который смог бы понять наш с вами разговор? «Кроме…» С сомнением начал Уинстон и осекся. У него чуть не сорвалось с языка, кроме пролов, но он сдержался, не будучи уверен в дозволительности этого замечания. Сайм, однако, угадал его мысль. «Пролы не люди», – небрежно парировал он. «К 2050 году, если не раньше, по-настоящему владеть староязом не будет никто. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только в новоязовском варианте, превращенные не просто в нечто иное, а в собственную противоположность. Даже партийная литература станет иной, даже лозунги изменятся. Откуда взяться лозунгу «свобода – это рабство», если упразднено само понятие свободы? Атмосфера мышления станет иной, мышления в нашем современном значении вообще не будет. «Правоверный не мыслит, не нуждается в мышлении. Правоверность – состояние бессознательное». В один прекрасный день, внезапно решил Уинстон, Сайма распылят. Слишком умен, слишком глубоко смотрит и слишком ясно выражается. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него это на лице написано. Уинстон доел свой хлеб и сыр. Чуть повернулся на стуле, чтобы взять кружку с кофе. За столиком слева немилосердно продолжал свои разглагольствования мужчина со скрипучим голосом. Молодая женщина, возможно секретарша, внимала ему и радостно соглашалась с каждым словом. Время от времени до Уинстона долетал ее молодой и довольно глупый голос. Мужчина не умолкал ни на мгновение, даже когда говорила она. Уинстон встречал его в министерстве и знал, что он занимает какую-то важную должность в отделе литературы. Это был человек лет 30 с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он слегка откинул голову и в таком ракурсе Уинстон видел вместо его глаз пустые блики света, отраженного очками. Жутковато делалось от того, что в хлиставшем изо рта потоки звуков невозможно было поймать ни одного слова. Только раз Уинстона расслышал обрывок фразы «полная и окончательная ликвидация Голдстейновщины». Обрывок выскочил целиком, как отлитая строка в линотипе. В остальном это был сплошной шум, кря-кря-кря. Речь нельзя было разобрать, но общий характер ее не вызывал никаких сомнений. Метал ли он громы против Голдстейна и требовал более суровых мер против мысли преступников и вредителей, возмущался ли зверствами евразийской военщины, восхвалял ли старшего брата, брата и героев Малаварского фронта, значения не имело. В любом случае, каждое его слово – чистая правоверность, чистый ангсотс. Глядя на хлопавшее ртом безглазое лицо, Уинстон испытывал странное чувство, что перед ним не живой человек, а манекен. Не в человеческом мозгу рождалась эта речь, в гортане. Извержение состояло из слов, но не было речью в подлинном смысле. Это был шум, производимый в бессознательном состоянии. Утиное кряканье. Сайм умолк и черенком ложки рисовал в лужице соуса. Кряканье за соседним столом продолжалось с прежней быстротой, легко различимой в общем гуле. «На воязи есть одно слово, – сказал Сайм, – не знаю, известно ли оно вам. Речи кряк, крякающий паутинному. Одно из тех интересных слов, у которых два противоположных значения. В применении к противнику это ругательство, в применении к тому, с кем вы согласны, похвала. Сайма, несомненно, распылят», – снова подумал Уинстон. Подумал с грустью, хотя отлично знал, что Сайм презирает его и не слишком любит, и вполне может объявить его мысли преступником, если найдет для этого основание. Чуть-чуть что-то не так с Саймом. Чего-то ему не хватает. Осмотрительности, отстраненности, некой спасительной глупости. Нельзя сказать, что он неправоверен. Он верит в принципы ангсоца. Чтит старшего брата. Он радуется победам. Ненавидит мысли преступников. Не только искренне, но и рьяно и неутомимо. Причем располагает самыми последними сведениями, ненужными рядовому партийцу. Но всегда от него шел какой-то малопочтенный душок. Он говорил то, о чем говорить не стоило. Он прочел слишком много книжек. Он наведывался в кафе под каштаном, которое облюбовали художники и музыканты. Запрета, даже не писаного запрета на посещение этого кафе, не было. Но над ним тяготело что-то зловещее. Когда-то там собирались отставные, потерявшие доверие, партийные вожди. Потом их убрали окончательно. По слухам, бывал там сколько-то лет или десятилетия назад сам Голдстейн. Судьбу Сайма нетрудно было угадать. Но несомненно было и то, что если бы самому Сайму открылось хоть на три секунды, каких взглядов держится Уинстон, Сайм немедленно бы донес на Уинстона в полицию мысли. Впрочем, как и любой на его месте. Но все же Сайм скорее. Правоверность – состояние бессознательное. Сайм поднял голову. «Вон идет Парсонс», – сказал он. В голосе его прозвучало «несносный дурак». Между столиками пробирался сосед Уинстона по Дому Победы. Невысокий, бочкообразных очертаний, человек с русыми волосами и лягушечьим лицом. К 35 лет он уже отрастил брюшко и складки жира на загривке. Но двигался по-мальчишески легко. Да и выглядел он мальчиком, только большим. Хотя он был одет в форменный комбинезон, все время хотелось представить его себе в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке разведчика. Воображению рисовались ямки на коленях и закатанные рукава на пухлых руках. В шорты Парсонс действительно облачался при всяком удобном случае. И в туристских вылазках, и на других мероприятиях, требовавших физической активности. Он приветствовал обоих веселым здрасте-здрасте и сел за стол, обдав их крепким запахом пота. Все лицо его было покрыто росой. Потоотделительные способности у Парсонса были выдающимися. В клубе всегда можно было угадать, что он поиграл в настольный теннис по мокрой ручке-ракетке. Сайм вытащил полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся читать, держа на готове чернильный карандаш. — Смотри, даже в обед работает, — сказал Парсонс, столкнув Уинстона в бок. — Увлекается, а? Что у вас там? Не по моим, наверное, мозгам. — Смит, знаете, почему я за вами гоняюсь? Вы у меня подписаться забыли. — На что подписка? — спросил Уинстон, машинально потянувшись к карману. — Примерно четверть зарплаты уходило на добровольные подписки, настолько многочисленные, что их и упомнить было трудно. — На неделю ненависти, подписка по месту жительства. Я домовой казначей. Не щадим усилий, в грязь лицом не ударим. Скажу прямо, если наш дом победы не выставит больше всех флагов на улице, так не по моей вине. Вы два доллара обещали. Уинстон нашел и отдал две мятых замусоленных бумажки, и Парсон с аккуратным почерком малограмотного записал его в блокнотик. — Между прочим, — сказал он, — я слышал, мой паршивец запулил вас вчера из рогатки. Я ему задал по первое число. Даже пригрозил еще раз повториться «отберу рогатку». — Наверное, расстроился, что его не пустили на казнь, — сказал Уинстон. — Да, знаете, я что хочу сказать. Сразу видно, что воспитан в правильном духе. Озорные паршивцы, что один, что другая, ну, увлеченные. Одно на уме разведчики, ну и война, конечно. Знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье? У них поход был в Беркамста. Так она сманила еще двух девчонок, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. Два часа шли за ним, и все лесом, а в Амершаме сдали его патрулю. — Зачем это? — слегка опешив спросил Уинстон. Парсонс побеналусно продолжал. Дочурка догадалась, что он вражеский агент. На парашюте сброшенный или еще как. Ну вот в чем самая штука-то? С чего, вы думаете, она его заподозрила? Туфли на нем чудные. Никогда, говорит, не видела на человеке таких туфель. Что если иностранец? Семь лет пигалицы, а смышленая какая? — И что с ним сделали? — спросил Уинстон. — Ну уж этого я не знаю. Но не особенно удивлюсь, если Парсонс изобразил, будто целец из ружья, и щелкнул языком. — Отлично! — в растерянности произнес Сайм, не отрываясь от своего листка. — Конечно, нам без бдительности нельзя, — поддакнул Уинстон. — Война, сами понимаете, — сказал Парсонс. Как будто в подтверждение его слов телекран у них над головами сыграл фанфару. Но на этот раз была не победа на фронте, а сообщение Министерства изобилия. — Товарищи! — крикнул энергичный молодой голос. — Внимание, товарищи! Замечательное известие! Победа на производственном фронте! Итоговые сводки о производстве всех видов потребительских товаров показывают, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни поднялся не менее чем на 20%. Сегодня утром по всей океане прокатилась неудержимая волна стихийных демонстраций. Трудящиеся покинули заводы и учреждения и со знаменами прошли по улицам, выражая благодарность старшему брату за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые показатели. Продовольственные товары. Слова «Наша новая счастливая жизнь» повторились несколько раз. В последнее время их полюбило Министерство изобилия. Парсонс, встрепенувшись от фанфары, слушал, приоткрыв рот, торжественно, с выражением впитывающей скуки. За цифрами он следить не мог, но понимал, что они должны радовать. Он выпростыл из кармана громадную вонючую трубку, дополовину набитую обуглившимся табаком. При норме табака 100 граммов в неделю человек редко позволял себе набить трубку доверху. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новый талон действовал только с завтрашнего дня, а у него осталось всего 4 сигареты. Сейчас он попробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благодарности старшему брату за то, что он увеличил норму шоколада до 20 граммов в неделю. А ведь только вчера объявляли, что норма уменьшена до 20 граммов, подумал Уинстон. Неужели в это поверят через какие-нибудь сутки? Верят. Парсонс поверил легко. Глупое животное. Безглазый, за соседним столом, фанатичная, со страстью, с иступленным желанием выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была 30 граммов. Сайм тоже поверил. Только затейливее. При помощи двоемыслия. Так что же, у него одного отшибла память? Телекран все извергал сказочную статистику. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, вертолетов, больше книг, больше новорожденных, больше всего, кроме болезней, преступлений и сумасшествия. С каждым годом, с каждой минутой, все и вся стремительно поднималась к новым и новым высотам. Так же, как Сайм перед этим, Уинстон взял ложку и стал возить ею в пролитом соусе, придавая длинной лужице правильные очертания. Он с возмущением думал о своем быте, об условиях жизни. Всегда ли она была такой? Всегда ли был такой вкус у еды? Он окинул взглядом столовую, низкий потолок, набитый зал, грязное трение бесчисленных тел, стены, обшарпанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что сталкивавшиеся локтями с соседем, гнутые ножки, щербатые подносы, грубые белые кружки, все поверхности сальные, в каждой трещине грязь и кисловатый смешанный запах скверного джина, скверного кофе, подливки с медью и заношенной одежды. Всегда ли так неприятно было твоему желудку и коже? Всегда ли было это ощущение, что ты обкраден, обделен? Правда, за всю свою жизнь он не мог припомнить ничего существенно иного. Сколько он себя помнил, еды никогда не было вдоволь, никогда не было целых носков и белья, мебель всегда была обшарпанной и шаткой, комнаты нетопленными, поезда в метро переполненными, дома обветшалыми, хлеб темным, кофе гнусным, чай редкостью, сигареты считанными. Ничего дешевого и в достатке, кроме синтетического джина. Конечно, тело старится и все для него становится не так, но если тошно тебе от неудобного, грязного, скудного жилья, от нескончаемых зим, заскоруслых носков, вечно неисправных лифтов, от ледяной воды, шершавого мыла, от сигареты, распадающейся в пальцах, от странного мерзкого вкуса пищи, не означает ли это, что такой уклад жизни ненормален? Если он кажется непереносимым, неужели это родовая память нашептывает тебе, что когда-то жили иначе? Он окинул взглядом в зал. Почти все люди были уродливыми и будут уродливыми, даже если переоденутся из форменных синих комбинезонов во что-нибудь другое. Вдалеке пил кофе коротенький человек, удивительно похожий на жука, стрелял по сторонам подозрительными глазками. Если не оглядываешься вокруг, подумал Уинстон, до чего же легко поверить, будто существует и даже преобладает предписанной партией идеальный тип. Высокие, мускулистые юноши и пышногрудые девы, светловолосые, беззаботные, загорелые, жизнерадостные. На самом же деле, сколько он мог судить, жители взлетной полосы 1 в большинстве своем были мелкие, темные, некрасивые. Любопытно, как размножился в министерствах жукоподобный тип, приземистые, коротконогие, очень рано полнеющие мужчины с суетливыми движениями, толстыми непроницаемыми лицами и маленькими глазками. Этот тип как-то особенно процветал под партийной властью. Завершив фанфары и сводку из министерства изобилия, телекран заиграл бравурную музыку. Парсонс от бомбардировки цифрами исполнился рассеянного энтузиазма и вынул изо рта трубку. Да, хорошо потрудилось в нынешнем году министерство изобилия, промолвил он и с видом знатока кивнул. Кстати, Смит, у вас случайно не найдется свободного лезвия? Ни одного, ответил Уинстон. Полтора месяца последним бреюсь. Ну да, просто решил спросить на всякий случай. Не в защите, сказал Уинстон. Кряканье за соседним столом, смолкшее было во время министерского отчета, возобновилось с прежней силой. Уинстон почему-то вспомнил миссис Парсонс. Ее жидкие растрепанные волосы, пыль в морщинах. Года через два, если не раньше, детки донесут на нее в полицию мысли. Ее распылят. Сайма распылят. Его, Уинстона, распылят. У Брайана распылят. Парсонса же, напротив, никогда не распылят. Безглазого, крякающего, никогда не распылят. Мелких, жукоподобных, шустро снующих по лабиринтам министерств, их тоже не распылят. И ту девицу из отдела литературы не распылят. Ему казалось, что он инстинктивно чувствует, кто погибнет, а кто сохранится. Хотя чем именно обеспечивается сохранность, даже и не объяснишь. Тут его вывело из задумчивости грубое вторжение. Женщина за соседним столом, слегка повратившись, посмотрела на него. Та самая, с темными волосами. Она смотрела на него искоса, с непонятной пристальностью. И как только они встретились с глазами, отвернулась. Уинстон почувствовал, что по хребту потек пот. Его охватил отвратительный ужас. Ужас почти сразу прошел, но назойливое ощущение неуютности осталось. Почему она за ним наблюдает? Он, к сожалению, не мог вспомнить, сидела она за столом, когда он пришел, или появилась после. Но вчера, на двух минутке ненависти, она села прямо за ним. Хотя никакой надобности в этом не было. Очень вероятно, что она хотела прослушать его, проверить, достаточно ли громко он кричит. Как и в прошлый раз, он подумал, вряд ли она штатный сотрудник полиции мыслей. Но и добровольный-то шпион, и есть самый опасный. Он не знал, давно ли она на него смотрит, может быть уже минут пять. А следил ли он сам за своим лицом все это время, неизвестно. Если ты в общественном месте или в поле зрения телекрана и позволил себе задуматься, это опасно. Это страшно. Тебя может выдать ничтожная мелочь. Нервный тик, тревога на липе, привычка бормотать себе под нос. Все, в чем можно усмотреть признак аномалии, попытку что-то скрыть. В любом случае, неположенное выражение лица, например, недоверчивое, когда объявляют о победе, уже наказуемое преступление. На новоязи даже есть слово для него. Лица преступления. Девица опять сидела Куинстону спиной. В конце концов, может она и не следит за ним. Может это просто совпадение, что она два дня подряд оказывается рядом с ним. Сигарета у него потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Да курит после работы, если удастся не просыпать табак. Вполне возможно, что женщина за соседним столом осведомительница. Вполне возможно, что в ближайшие три дня он очутится в подвалах Министерства любви. Ну а курок пропасть не должен. Сайм сложил свою бумажку и спрятал в карман. Парсонс опять заговорил. Я вам не рассказывал, как мои сорванцы юбку подожгли на базарной торговке. Начал он похохатывая и не выпуская изо рта чубук. За то, что заворачивала колбасу в плакат со старшим братом. Подкрали сзади и целым коробом спичек подожгли. Думаю, сильно обгорело. Вот паршивцы, а? Но увлеченные, но борзые. Это их в разведчиках так натаскивают. Первоклассно. Лучше даже, чем в мое время. Как вы думаете, чем их вооружили в последний раз? Слуховыми трубками, чтобы подслушивать через замочную скважину. Дочка принесла вчера домой и проверила на двери в общую комнату. Говорит, слышно в два раза лучше, чем просто ухом. Конечно, я вам скажу, это только игрушка. Но мыслям дает правильное направление, а? Тут телекран издал пронзительный свист. Это был сигнал приступить к работе. Все трое вскочили, чтобы принять участие в давке перед лифтами. И остатки табака высыпались из сигареты Уинстона. Субтитры создавал DimaTorzok